Здравствуйте дорогие садоводы, наши любимые подписчики. У нас очень жарко, погода у нас, температура воздуха более 30 градусов. И растения, конечно, в такую погоду испытывают стресс. И, конечно, нам нужно, как-то мы хотим помочь нашим растениям. Что мы можем для них сделать? Первое, это нужно притянить растения. Можно сетку сверху накидывать, продаются сейчас такие сетки притеняющие. Но у нас как-то все, не знаю, нет у нас такой сетки. У меня натянут акрил во всех теплицах внутри. Это тоже хорошо притеняет растения. Землю лучше замульчировать сеном, сухой травой, чем-то. Даже просто газетами можно заложить, чтобы влага из почвы быстро не испарялась. В утренние часы хорошо проливать проходы в теплицах, чтобы повысить влажность воздуха в теплице. И, конечно, как можно больше увеличить проветриваемость, чтобы воздух в теплице ходил, чтобы пыльца тоже могла под действием ветра быть цепучей. И с пыльника попасть на рыльце пестика, чтобы наши цветочки опылялись, чтобы наши томатики все превратились, все цветочки превратились в плоды. И есть такие препараты, которые помогают растениям такие стрессы переносить. Всем нам знакомы среди таких препаратов эпиноциркон. Вот при засухе лучше всего использовать циркон. Он не только действует как корнеобразователь растений, но и стимулирует цветение, препятствует осыпанию завязи. Вот на сегодня у меня вечером будет такая обработка своих растений во всех теплицах. Вот циркон, эффектная защита от засухи и ультрафиолетового излучения. Плюс ферровит, стимулятор фотосинтеза растений. И добавлю монофосфат калия. Это фосфор калий, быстрая подкормка по листу. Нужно это будет мне сделать поздно-поздно вечером. Цирконом обрабатывать нужно уже, когда солнышко не будет или рано утром. Но рано утром у нас не получается. А вот вечером солнышко как только сядет. Я буду готовить эту баковую смесь и покажу вам, как я это буду делать. И вот у нас вечер уже, 9 часов, солнышко спряталось и можно эту обработку сделать. Подкормку, обработку можно хоть как ее назвать. Так, на 10 литров воды, здесь у меня 9 литров, так как литр у меня вот здесь будет еще дополнительно. Вода должна быть мягкая, либо кипяченая, либо дождевая отстоянная. Или можно добавить лимонной кислоты. У меня чуть-чуть добавлено туда лимонной кислоты. Прямо несколько-нескольких крупинок. Так, и сейчас... Так, ампула циркона. Так, уберу вот эту сеточку пока. Выливаю. Одна ампула ферровита. И столовая ложка монокалий-фосфат. Вот поэтому у меня здесь 9 литров, потому что здесь я разведу монокалий-фосфат. У меня уже тут остатки, но я думаю, что ложка у меня будет столовая. Вот. Все, мой раствор готов. И пошла опрыскивать. Опрыскивать нужно очень-очень сильно. Так, как у меня будет опрыскивание, а не полив под корень. Пошли, человек молодой. Пошли, человек молодой. Пять человек молодой, я уже иду. Сколько молодых человек? Да на меня. Ай-я, бабушка. А мы, ай-я. И вот так вот все. Хорошо, хорошо. Как и лично у нас туда стыдно. Так. Вот. Ай-я. И ты. Ну иди, ты ко мне. Пошла. Вот, давай ты мне иди. Нальешь в кружечке. Нальешь в кружечку? Нет, я тебе не налью. Ты в кружечку. Ну давай, давай, я буду поймать тоже. Ну давай, нажимай, я буду держать. А ты вот тут вот рычаг нажимай. Как красиво мы с тобой все сделаем. Оставайтесь с нами, подписывайтесь немножко нам. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Да. Продолжение следует...